Вот эта книга, да, вот я взял в руки, а не мы там подробную книгу. Я вам показывал ее уже, так, и в этой книге есть, я как бы наслаждаюсь, читаю по кусочку, сейчас, ага, сдуру чуть не взял книгу этой самой, ладно, пусть живет. Так, скоро весна, пишет Немытов, но он ссылается на О. Генри, прошел 120 лет или 110, после Генри. Не за горами весна, и опять нас начнут обманывать недобросовестные продукции саженцев. Интересно, а как давно нас дурят? Перечитывая в своем любимом писателе О. Генри, вот признайтесь, многие из нас Генри читали, я только одну книгу и то молодости. В рассказе «Кто выше?» наткнулся на следующее, цитирую, «Вся беда была в том, что их деревни хотели соответствовать тем надписям, которые были начертаны на привязанных к ним дощечках. Большинство из них оказалось грушей, дичком и черновником, но были и липы, и небольшие дубки. Знаете, маленькое отступление. Самый крутой, кто ко мне приезжал, тогда был заместителем этого самого, заместителем всего «Русэнерго». Вот, по имени не буду называть, одно время был директором СШГС нашей гигантской, вот, дом купил, посадил, и у него выросли тополя, березы, эти самые, тополя, березы выросла, еще, нет, тополя, березы, так, несколько черемок. После этого он приехал ко мне, падал на крутой машине, шоферами, сказал, «Рекосинус, мне ножи саженцы, я уже вырастил 11». И это человек, который, это, один из, так сказать, столпов. И теперь, читаю дальше. «Вся беда была в том, что их деревни хотели соответствовать надписям. Большинство из них оказалось грушей, дичком, терновником, лепой дубки. Единственное дерево, которое, сулево привезти хоть какой-то плод, был молодой, гердинский тополек, на котором выросла хорошее осеннее гнездо. И половина старого лепчика. Рассказ вышел в свет в 1908 году. Поиски продолжаю. Вот, вот так вот. А дальше, ниже вы еще такого видите. Я опять не удерживаю. Вот сколько можно. Ведь уже опять, это же свеже. Ну, ни следа, ни совести. Ведь, ладно бы я, я бы даже смолчал, что мои фотографии присвоили. Но для этого мне нужно, чтобы я открыл сайт, а я открыл и увидел их сад. Пусть другие названия, пусть другие эти, помельче даже пусть будут моих. Но пусть будет. Где они берут это? Питомники есть, что-то там растет. Но вот это, где они берут? Вот это, вот. Красоту эту. А это что? Это моя фотография. Ну, та самая вишня, в Жгенове Чересе. А это что? Это слева опять моя. А это чернослива опять моя. А название-то почему другие-то? А? Ну, с каких пор через их стал слева уральской? Ну, есть, получается, знали, придумывали название. Сами придумали. А это абрикос. Это амур. И всегда был амуром. А это сувенир Восток. И всегда был сувениром. Что вы там написали? Серафим. А здесь что написали? Ну, он хоть похож на серафим. Саженец. Чего-то. Да и смотреть не буду. Считаем дальше. Яблони. Откуда она? Это переделанный golden delicious. Сколько я вам показывал? Ну. А это что такое? Мой абрикос. Я для чего все это показывал? Я все еще надеюсь, друзья, что кто-то позвонит и запишет на плен. Ну, запишет. Плюс это громкую связь. Это сейчас легко все делается. Вот. Вот телефон. А откуда дровишки? Ладно, я вам хочу купить. Но у вас на сайте нет этого сада. Вот этой роскоши нет у вас. Откуда вы это взяли? Скажите. Может быть, с соседнего города. Вот. Я хочу знать правду. Я хочу знать, что куплю. Что это самое. Ну. Вот поэтому вот они. Телефон я записал. Все. Телефон я записал.